В 67-м квартале Тулы, ограниченном улицами Жаворонково и Первомайской проспект Лейна и Фридрих Энгельса, состоялся сход жителей. Люди активно протестовали против точечного строительства, которое ведет на данной территории ЗАО Внештрой. Весь участок между домами в аренду фирмы в 2008 году отдал Альберт Уколов. Хотя у жителей есть на руках документы, подтверждающие, что он не имел права это делать. Но у собственников никто разрешения не спрашивал. Кроме того, руководство фирмы-застройщика не пожелало принять во внимание, что на этом участке течет подземная река Рогожка. И поэтому он засажен деревьями, служащими естественным дренажом. Фирма оградила всю территорию забором, снесла 200 из 400 деревьев, вырыла котлован и начала строительство. Подвалы существующих домов немедленно стало подтапливать. А дом 135 по Фридрих Энгельса даже пошел трещинами. Мы боимся, что вот это начавшееся строительство на таких вот опасных плывущих почвах создаст угрозу нашим домам, нашим жизням. И поэтому мы просим обратить внимание на создавшуюся ситуацию. А в границе к земельному участку 107 указано следующее, что вы формировали земельный участок для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры. А договор заключили на прокладку инженерных сетей и благоустройство территории. У вас договор не сходится с целями назначения данного участка. Транспортную инфраструктуру в жилом квартале организовывать нельзя, читайте СНИК. Я говорила о чудовищном невежестве. Это благоустройство и есть. Нет, это не благоустройство. Читайте законодательство. Но контролирующие инстанции городской администрации на все обращения отвечают жителям, что ничего особенного не происходит. Фирма-застройщик также считает, что она делает все по закону. Вся геология проверена. На основании проектной документации мы строим. Разработано институтом, со всеми службами согласовано. Есть исследование ТУЛАТИСИС за 2007 год. Сейчас проводятся дополнительные исследования на несколько скважин. Все исследовательские документации есть. В реальности обитатели существующих домов оказались лишены нормальных условий для жизни. В рамках этой странной аренды у них отняли всю придомовую территорию, оставив только подъездные дорожки. Теперь у людей нет места под детские контейнерные площадки, участки для сушки белья и зеленые уголки. Даже старикам негде посидеть на лавочке. Сразу за подъездными дорожками вознесся забор. Такой же по проекту огородит территорию нового жилого комплекса, чтобы туда не проникали посторонние. А по дорожкам будут день и ночь ездить автомобили обитателей новых 6-12-этажных башен. Нас здесь обрекли на смерть, говорят жители. Но сдаваться не собираются. В их планах инициировать поквартальные исходы жителей ТУЛА с требованием отстранения от власти бездействующего городского руководства. Елена Хворостенко, Алексей Зотов, Теле ТУЛА